Поселок, который носит сейчас название Степанцминда, раньше это называлось Казбеги, и на дальнем плане вы можете увидеть гора Казбег. Это, наверное, показательно, это быт того места, куда нам довелось приехать. На холмах Грузии здесь не ночная мгла, а дневной свет. Рассказать самарцам о тайных неба и земли фотографу Николая Федорина вдохновило путешествие по просторам Башкирии и Кавказа. Здесь история застыла на каждом снимке. Родовые башни, построенные почти тысячу лет назад, и старинный храм, на первый взгляд, похожий на заброшенную крепость. Во время поездки фотографу удалось запечатлеть даже затерянные миры. Это вот селение Мартвили в Грузии, и там, говорят, нашли следы динозавров. Поэтому мы, путешествуя там, ощущали себя в какой-то такой немножко жутковатой, но сказке. Живописные пейзажи Николай Федорин снимает уже больше десяти лет. Говорит, для него природа – главный источник энергии и вдохновения. На выставке представлено 17 работ фотографа – Башкирское село в туманной дымке, пещеры и поля Самарского края. Можно их в учебники по фотографии вставлять, эти работы, и по ним учиться на самом деле. Они все красивые, правильные, живые, объемные, и мне просто очень нравятся. Узнать о тайнах неба и земли жители Самары смогут до конца февраля. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.